Не знаю прошлого, не построишь будущего. Привет, я Даша, и хочу тебе рассказать о своем лечении, которым хочу заразить весь мир. Это генеалогия, наука о составлении родословной. Хочу сказать сразу, я не профессионал и не специалист. Если придумывать термин какой-то, то я, наверное, очень опытный новичок. Тема необъятная. В одно видео всего не расскажешь, поэтому решила сделать целый цикл. Поэтому умоляю тебя не стесняться и заваливать меня вопросами по теме, потому что последнее видео в цикле я хочу посвятить ответом на них. Когда люди узнают о моем лечении, первое, что они спрашивают, это «Зачем мне все это нужно?» А зачем человеку знать историю в принципе? Зачем человеку знать культурологию, общество знаний, основу психологии? Чтобы быть человеком? К тому же мне странно и необычно, как я же люблю историю. А как человек, который любит историю, может не интересоваться историей своего собственного рода. Это немножечко необычно, мне кажется, было бы. К тому же я осознаю, что если бы не было моих прародителей, не было бы и меня. И было бы неблагодарностью с моей стороны хотя бы не попытаться узнать их имен. К тому же я знаю, что и практика это доказывает, что я являюсь результатом суммирования всех моих предков. За примером, далеко ходить не надо, взять хотя бы мою маму. Я вечно допутывалась, на кого ты похожа, вот на кого. Да и на кого, сама по себе. Ни характером, ни внешностью, ни голосом, ни чертами характера. Ни на кого не похожа из родственников, которых она знала и помнит. Тут выяснилось совсем недавно, сравнительно недавно, что, оказывается, она вылитая ее прадедушкам. То есть, в четвертом колене ее дедушка, она в него пошла. То есть, представляете, четыре колена. Геннаде Халт активизировался. Поэтому, еще спрашивают, что мне это дает. Не знаю, сложно объяснить. Ну, если подумать, то представь ощущение, если ты внезапно узнаешь, что обладаешь какой-то силой, телепортацией, телекинезом, способностью читать мысли. Или внезапно выясняется, что ты супергеро. Как-то так. Сложно описать словами, это нужно эмоционально, самостоятельно испытать. А, еще, что меня спрашивают, откуда все пошло. Не знаю. Мне с самого рождения было интересно. Это, что называется, смолку матери впитала. Единственное, что в детстве раньше все ограничилось воспросами родителей. Но я уже ничего не записывала. Но, к сожалению, я не записывала. Если записывала, то таканула в лету. Поэтому, увы. Ну, и хочу сделать тебе небольшую такую затравку, рассказать, что я выяснила в результате своих изысканий. Оказывается, мой отец родился без кожи. Думали, не выживет. Выжил, слава Богу, иначе бы и меня не было на свете. У меня в роду были целители, гадалки, славянские, не цыганки, ясновидящие, иммигранты из Белоруссии, переселенцы из Вятской губернии, люди, спасшие жизнь знаменитым большевикам, уцелевшие во время расстрела, работники ГУЛАГа, раскулаченные кулаки, осужденные и впоследствии реабилитированные, люди, которые якобы по, разумеется, по навету, участвовали в контрреволюционной деятельности. Были также такие истории, которые достойны пера самых знаменитых поэтов-лириков. Были истории, достойные, не знаю, триллеров, наверное, как это можно назвать. Господи, да, то, что я раскопала, на основании этого можно книгу написать. О, еще очень интересный момент. По одной линии у нас всюду близнецы. То есть в каждой семье этого рода, где мужчина, носитель фамилии рода, есть близнецы. То есть столько всего раскапываешь интересного, действительно потрясающего, такого и фантазии выдумать не хватит. На этом я заканчиваю свое первое видео из цикла о родословной. Желаю тебе заразиться этой шикарной болезнью, генеалогией, удачей. Не забывай оставлять свои дороги. Пока. Пока.